В эфире, и обратите внимание, как Ирина Шель прекрасно наглаживает столь замечательный блокнот. Пока все наслаждались завтраком, я наслаждалась ощупыванием этого чудесного рукотворного шедевра. А это, между прочим, блокнот от калининградского бренда аксессуаров из древесины «Триумф». Деревянный, красивый, гладенький. И скоро мы отправимся на улицу и разыграем его, и подарим кому-нибудь из наших жителей. Вот так-то. Да, этот блокнот абсолютно точно достанется кому-то из калининградцев. И насколько я знаю, что у производителей данного блокнота огромное количество вот таких вот замечательных вещей. Которые отлично, просто отлично подойдут на любое торжество, как подарок. Хорошо. Хорошо. Это хорошо, что хорошо, потому что у нас как раз-таки вот-вот уже наклевываются хорошие новости от наших жителей. И чему мы несказанно рады, потому что всегда очень-очень приятно слушать, да что же там хорошего происходит у калининградцев. Лично мне очень нравится эта рубрика, поскольку в ней калининградцы имеют возможность поделиться всем хорошим, что происходит в их жизни. И даже передать привет тем, кому считают нужным, в рамках прямого эфира шоу «Утро на колесах» Первого городского канала. У нас готовы хорошие новости Кили Месяткиной прямо сейчас на площади Победы нашего любимого города. Слушаем внимательно. Доброе утро, калининград! У нас в рубрике «Хорошие новости» и я встретила такую миниатюрную даму. Давайте-ка мы с ней познакомимся. Зовут вас? Алина. Алиночка, куда бежите? На учебу. Все пары сегодня есть. Я всегда спрашиваю студентов, потому что так хорошо, когда они отменяются. Нет, ничего не меняется? Нет. А что, у вас сейчас на какую пару бежите? Общество знания. Общество знания. Это вы на кого учитесь? На прораба. На прораба! Как интересно! Женщина-прораба! Вот это только в России такое может произойти. Алиночка, скажите, пожалуйста, сегодня какие-то хорошие новости есть, но раз пары не отменили, может быть что-то другое позитивное? Да нет, вроде все, какая отличная. А за последнее время что-то происходило? Да нет. А завтра праздник у нас, День всех влюбленных. Будете кого-то поздравлять или намекать или что-то подобное? Конечно. Конечно! Вот это правильный ответ, конечно. Алиночка, чтобы вы немножко, так сказать, разогрели свои умственные способности перед парами, нужно их активировать. Я задам пару просто веселых вопросов. У нас сейчас зимняя тема, зима у нас практически подходит к концу, мы на это очень надеемся. Нужно эту тему раскрыть полностью. Так, вопрос первый. Чему равна сумма декабря, января и февраля? Зиме она равна зиме. Так, дальше. Зачем зима наступает? Новогодние праздники. Правильно. А еще зима наступает за осенью. Так, 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 так. Что мы вам еще с... Ну, когда поют калятки, вы знаете? На Рождество. Правильно. Назовите зимний синоним глагола поколотить. Зимний синоним глагола поколотить. Колокольня. Поколотить это кого-то вот... Побить. Побить, да. Ну, знаем. Вот такое сленговое слово. Отметелить. Знаете, отметелить? Знаем. Так. Ну, и давайте последний вопрос. Ёжик от медведя чем не отличается? Не отличается. Я вот, например, тоже не знала, а ёжики, оказывается, зимой спят. Представляете? Так же, как и медведи. Но это все не важно, потому что сегодня хороший день, и я вам дарю пригласительный билет в музей черепов и скелетов. Надеюсь, у вас есть друзья-экстремалы, которые пойдут. Он такой красненький, может быть, даже завтра, на 14 февраля, у вас будет такой забавный, романтичный поход с вашим... С вашим... Иксменом. Вот. Алиночка, я вам желаю хорошего дня. Берите билетик. Всего вам доброго. Поберите на пару, и мы с вами переходим вместе на рекламу. До свидания.